Этот детский санаторий посёлка Ивня в 70-е годы возглавлял известный в округе врач Афонин Георгий Поликарпович. Всё, что было здесь при нём, сохранилось и по сей день. А главное, память, как о солнечном и улыбчивом человеке. Татьяна Гребнева – главный врач этой лечебницы, как когда-то был Георгий Поликарпович Афонин. Увы, с ним ей работать не посчастливилось, но коллеги часто вспоминают о нём, как о враче, на которого хотелось равняться. И в первую очередь в отношении к людям. Он всех встречал с улыбкой. Впрочем, фото говорят сами за себя. Он везде улыбается. То есть от улыбки этого человека всегда было светло. Но это, наверное, так и должно быть, потому что мы воспитываем и лечим детей. Выбор профессии врач юный Георгий сделал волею судьбы. Рядовой Афонин ещё в Сталинградском пекле задумался о том, чтобы, когда война закончится, стать медиком, спасать людей. И уже будучи раненым в боях в Литве, на операционном столе дал твёрдое обещание. Под городом Шауляй он был тяжело ранен. И встал вопрос о том, чтобы отрезать ему ногу. Но врач, который его лечил, взял на себя ответственность и этого не сделал, и вылечил Георгия Поликарповича. И тогда, вот лёжа в госпитале на операционном столе, он сказал, останусь жить, стану врачом. И он сдержал своё слово, и после войны приехал, вернулся в Ивню, поступил в Курский медицинский институт. Его оставляли в Курске, но он сказал, я хочу лечить своих земляков. Вернувшись в Ивню, сразу возглавил районную больницу. На работе пропадал сутками. Как раз началось строительство нового корпуса. Да и врачей тогда не хватало. Георгию Поликарповичу приходилось быть и хирургом, и терапевтом, и педиатром, и гинекологом. А ещё, говорят, у него был особый дар врачевать. Гребнянцы вспоминают о том, что он помогал и детям, и взрослым в лечении, ну, Резе и Кане, вот посредством гипноза. И не отказывал ни одному, как сказать, нуждающемуся, и мог принять даже у себя дома. Римма Филипповна Кабатова проработала врачом почти полвека. Встреча с Георгием Афониным помогла определиться в жизни. Тогда выпускница мединститута так жалела о выбранной профессии, что две недели не решалась приступить к обязанностям в Ивнянской больнице, куда была направлена по распределению. Георгием Афониным встречается с улыбкой и говорит, девочка, ты что опоздала? Мы тебя уже собираемся в отпуск, да в розыск искать. Где ты была? Почему ты опоздала? Ну, я ему объяснила ситуацию, что не хотела вообще ехать. Он говорит, напрасно. Будешь работать врачом, всему научишься. Не беспокойся. В общем, успокоил меня и действительно начал мне помогать. В Ивненском краеведческом музее личные вещи Георгия Афонина хранятся теперь как дорогие реликвии. Он не только стал первым в районе заслуженным врачом РСФСР. В народной памяти он остался человеком, посвятившим себя людям. Он жил своим делом, всегда находился рядом с коллегами и пациентами, взрослыми и маленькими. Его дом был в двух шагах от работы. Ну, это даже не фигурально, а действительно территориально. Потому что в этом доме он и жил. И знал про своих сотрудников все абсолютно. И про детей тоже. Поэтому, наверное, вот эта прекрасная память о нем сохранилась по сей день. Идем по территории санатория, где Георгий Поликарпович работал с 70-х годов почти до самой смерти. Кажется, отовсюду веет теплом. Много сделано здесь его руками. Все, что здесь есть, это существовало при Афонине Георгии Поликарповича. Абсолютно все. Значит, был молодой яблоневый сад. Если вы его видите, вот по левую сторону, он до сих пор еще существует. Он цветет, но, конечно, такого количества яблок и груш уже нет. И наша мечта восстановить этот сад. Они не хотели, чтобы после нас что-то здесь осталось. Точно так же, как после того человека, который был солнечный, который здесь прекрасно работал, чтобы осталась о нем память. Награда, с которыми Георгий Поликарпович Афонин дошел до победного мая 45-го, еще один штрих к его портрету. В их числе орден Александра Невского. Главный орден, которым награждали полководцев Царской России, командиров Красной Армии и награждают поныне за личную отвагу и мужество. В апреле 44-го года началось наступление советских войск 4-го Украинского фронта по освобождению Крыма. И здесь, в боях на берегах Севаша, батарея Георгия Поликарповича отличилась при прорыве немецких оборонительных позиций. За конкретное умелое руководство боевыми действиями своей роты он был награжден довольно редким тогда еще орденом Александра Невского. И ведь душа, несмотря на все тяготы войны, не зачерствела. В редкие минуты отдыха Георгий Афонин писал стихи. И вот его сын Георгий Поликарпович Афонин, который продолжил династию, тоже он доктор, собрал все его рукописи, все его стихотворения и издал сборник, который называется «Солдатом был я и останусь». А в народной памяти Георгий Поликарпович останется простым солнечным человеком с искрящейся улыбкой, оставившей после себя добрую славу и до сих пор цветущий сад. Вы мне подали очень хорошую идею, когда мне просад спросили, да, как-то вот незвучно, детский, противотуберкулезный санаторий поселка имени. К каждому санаторию можно присвоить какое-то звание. Вообще-то, в принципе, если это можно попросить, возможно, будет это имени Афонина Георгия Поликарповича. Было бы очень прекрасно, если бы было так. Наталья Войтенко, Виталий Петренко. Такой день на мире Белогорья.